Не перевелись в России русские богатыри. Это доказал уральский силач Михаил Кокляев. Да, я самый сильный человек России 2006. Победите меня нафиг. Кто? Америка. Фестиваль силы Арнольд Классик. Турнир проводит самый известный культурист в мире Арнольд Шварценеггер. Он лично отбирает на эти соревнования 10 сильнейших атлетов планеты. В прошлом году впервые в истории на турнир силачей попал россиянин Михаил Кокляев. Я приехал на праздник. Я понимал, что Арнольд Шварценеггер это не тот человек, который будет выходить к русскому, к литовцу, украинцу, пожимать руки, радоваться за то, что они обыграли американцев на их же земле, что-то такое говорить приятное какое-то. Я просто приехал делать свою работу. По 2 метра рост и 145 килограммов вес. Но даже с такими богатырскими данными Миша был самым стройным участником турнира. Впрочем, это не помешало парню с Урала покорить всю Америку. Соперников почти в треть тяжелее. Российский атлет своей силой и ловкостью заткнул за пояс. Последнее упражнение. Силачам нужно было поднять гантель весом 90 килограммов. Глядя на выступление Кокляева, Шварценеггер аплодировал ему стоя. Когда я поднял эту гантель, я понял, что я третий. Когда я видел, что в первых рядах сидит Арнольдушка, и хлопает мне. И он встал, и мне хлопает. И я понимаю, что он стоит и хлопает русскому парню, да? То есть еще мне, я только тогда понял. А когда он вышел к нам за кулисы, я когда он поздравлял, когда он мотал головой, он мне говорил, что это, говорит, unbelievable. Да, я, говорит, не поверил. В турнире Кокляев занял третье место. Но даже после официальной части русский богатырь не перестал удивлять американцев. В показательных выступлениях Михаил побил национальный рекорд Америки, толкнув штангу весом 240 килограммов. В следующий турнир российский атлет прошел без отбора. Тяжести Миша поднимает с 13 лет. В спорт парень пришел, насмотревшись фильмов, все с тем же Шварценеггером. Тягать штангу Миша начал с одной целью – накачать мышцы. Я думал, что я буду такой же, как Арнель Шварценеггер, крутой чувак. И решил заняться, да. Но я не думал, что такое тяжелая атлетика, не знал просто. Я видел по телевизору в детстве, но не знал, что это, когда мужики поднимают штангу, что это тяжелая атлетика. Я думал, что этот спорт называется штанга. А тяжелая атлетика – это бодибилдинг. Понятно, да? Первое знакомство с тяжелой атлетикой прошло как раз в этом спортзале. Худой высокий восьмиклассник Миша Кокляев пришел записываться в спортивную секцию. Тренер Александр Мусаев сказал приходить на тренировку в понедельник. И ко мне подвигает мой друг такой. Мишка, а ты что? А ты что стоишь-то? Иди переодевайся. Я говорю, а мне тренер сказал приходить в понедельник. А это была пятница. Приходить в понедельник с пяти. А он еще такой на него постановил. Это? Насосаешь. Да. Так это не наш тренер. Наш он тот, молодой. И такой у меня хавать датчик. Однако именно под руководством Александра Мусаева уже в 16 лет Миша сдал норматив на мастера спорта. Еще через 4 года получил международную категорию. Он очень трудолюбив, конечно, ты в него не отнимешь. Допустим, у нас получалось так. Вот по плану у нас рывок, он не идет. Вот, значит, доходим до 190, надо вырвать, допустим, 190. У нас не получается. Он, мы, он, я его не заставляю. Я говорю, Миша, давай придем, говорю. Или, говорю, вечером, или, говорю, завтра придем и будем все делать. Нет. Он начинает разминку опять 50 килограмм. И снова так, то есть доходим до 190. Все порвали, значит, все доволен. 9 лет Михаил Кокляев состоял в сборной России по тяжелой атлетике. Неоднократно за это время становился чемпионом страны. Но стремился спортсмен к одной цели – завоевать олимпийскую медаль. Как далеко Сидней, зато близка Олимпиада. 4 года срок, но только не для нас, для тех, кому попасть на игры идти надо. Я не попал туда, я понял только сейчас. Эти строчки Миша написал после того, как за два месяца до игр в Сиднее тяжелые атлеты не взяли в олимпийскую сборную. Спустя 4 года, накануне Афинской Олимпиады ситуация повторилась. Чемпиону страны открыто заявили, что он не нужен российской сборной. Я думал, что если есть спортивный принцип, ты стал чемпионом страны, ты вошел в основной состав сборной команды, ты должен быть на чемпионате мира, ты должен быть на олимпийских играх. Но это на самом деле не так. После такого удара и предательства Михаил даже думал завязать с тяжелой атлетикой. Этот вид спорта почти не приносил заработка, да и чемпионов-штангистов мало кто у нас помнит. Но бросать дело, которому отдал половину жизни, не хотелось. И тут Миши предложили испытать себя в новом для России виде спорта – силовом экстриме. Сегодня мы с вами увидим вторую передачу с чемпионата мира 2005 года, где собрались 16 сильнейших атлетов в борьбе за звание «Самый сильный человек». Оказалось, что для богатырских игр у атлета нет ни спортивных снарядов, ни места для тренировок. Все силовые тренажеры пришлось делать вручную. Миша сам искал и покупал железо, рисовал чертежи. А уже по ним друзья автомеханики помогли снаряды сварить. Что касается физической подготовки атлетов, то она уникальна. Для силового экстрима потребуется как выносливость многоборца и координация штангиста, так и железный хват гимнаста и скорость легкоатлета. Перегрузки во время тренировок у спортсменов, как у космонавтов. Он же тренируется постоянно, понимаете? Он постоянно тренируется, тренируется. Он не может без тренировок, в общем, дело. То есть два раза в день он тренируется. Я считаю, что он самый сильный в России на сегодняшний день. По словам Михаила, ежедневные тренировки для него как воздух. Это уже даже не болезнь, а диагноз, шутит силач. Мне уже 28 лет, а я до сих пор так и не научился отдыхать, сознается парень. Я отдыхаю только, когда сплю ночью. Я вот постоянно в состоянии какой-то боевой готовности. Мне постоянно нужна штанга. Мы ездили отдыхать в Египет, и я поднимал в зале, поднимал опять в атлетическом зале штангу, которая там была всего 70 килограмм. За два года в силовом экстриме челябинский богатырь стал настоящей звездой этого вида спорта. Профессиональная лига силового экстрима уже неоднократно признавала Михаила Кокляева самым сильным человеком России. Не раз Ниша ярко показывал себя и на мировой арене. Награды и кубки за победы атлету дому уже некуда ставить. Так выглядят спортсмены в начале соревнований, перед первым упражнением. А вот так они выглядят после того, как уже соревновались. Это на последнее упражнение выходит человек вот такой изнеможденный, с шаром на плече и с глазами на выкатку. Веселый и общительный Миша душа любой компании. Рассказать свежий анекдот или рассмешить друзей для силача так же легко, как подкинуть пудовую гирю. Кстати, несколько лет назад Михаил даже думал поступать в театральное училище. Он не такой, как все. Мне кажется, таких больше нет. Вот он вот такой один. Я его полюбила таким и я очень рада, что я его жена. Однако быть женой богатыря не очень-то и легко. Оксане приходится совмещать в себе одновременно друга, помощника, болельщика и талисмана. А еще она личный психолог Миши. Тяжело то, что он как маленький ребенок. Ему нужно уделять максимум внимания. Я живу его жизнью полностью. То есть всеми его проблемами, его удачами, его неудачами где-то. То есть отдаю себя ему полностью. Чтобы силушка богатырская не убавлялась, уральскому атлету надо много кушать. А уж если килограммы какие поднабрать к турниру, то работать ложкой силачу приходится в два раза усерднее. Жена челябинского богатыря не жалуется. Говорит, что ее Миша всеядный. Кушает, конечно, много. Но он не потому, что ему хочется, вот ему надо. Он бывает, говорит, я уже не могу, я устал кушать. Но это не то, что как поросенку тазик там наварил там чего-то, или там 10-литровую кастрюлю борща сварила и на неделю. Это должно быть все вкусно, разнообразно, свежее. Жить со своими нестандартными размерами Михаил уже привык. Например, усовершенствовал свою машину, старенькую восьмерку. Чего у меня здесь прокачали? Сиденье прокачали. Сделали немножко его туда-назад, чтобы я как бы мог легко залазить. А так не помещался вообще. Неудобства уральский парень испытывает только от повышенного внимания окружающих. Мы даже по улице идем, не только женщины, а мужчины все голову поворачивают. Я представляю, ему, наверное, просто тяжело даже по улицам ходить. Вот единственное дискомфорт, когда идешь и на тебя так... О-о-о, там типа... А что такого-то? Ну, большой-большой, ну чего. И вот хочется так, глаза закрыл, никого нету. Открыл, появились. Сожалеет Миша об одном, что борется он под российским флагом, но за границей его знает и ценит лучше, чем на родине. Наши русские не всегда узнают. А там вот иностранцы к нему подходят и берут автограф. Это очень приятно. Мы там обедали, подбежала женщина, не знаю, американка она или англичанка. Вы, Михаил Кокляев, я вас так люблю. В общем, там кричала, верещала на всю столовую. Слава, успех и деньги. Всего этого Михаил Кокляев достиг. Но атлет сознается, что все чаще думает о завершении карьеры и в тяжелой атлетике, и в силовом экстриме. Спортсмен говорит, что он устал быть сильным. Но уходить из спорта уральский богатырь собирается красиво. Атлет уверен, что ему по силам завоевать золото на турнире Арнольд Классик и стать самым сильным человеком планеты. А еще Миша не теряет надежды воплотить свою мечту, попасть на игры в Пекине и стать олимпийским чемпионом. Субтитры создавал DimaTorzok